Привет, ребята! Привет! Это у нас будет бой динозавров. Бой динозавров? Знакомь, это кто оранжевый? Агроконтозавр. Так. А это спинозавр. Спинозавр. Но я его назвал имя Торнадо. Торнадо. Тимофей очень любит спинозавров. Правда же, Тим? Ну да. Это твой любимый динозавр. А это ещё раз скажи кто? Агроконтозавр. Ух, какой он! Слушай, а мне кажется, они по весу не подходят, по размеру. Смотри, этот какой большой. А спинозаврик такой маленький. А давайте они... Тебе не кажется, что весовая категория как-то не подходит? Ну, давайте из размеров. Размер акроконтозавра была длина 16 метров. Высота его 15 метров, а вес его было 9 тонн. А спинозавра была длина 17 метров, высота 18 метров, а вес 7 тонн. Спинозавр выигрывает по габаритам. Выигрывает? Ну да. Ну, а видишь, вот как игрушки. Это тут у тебя прям такой огромный. Смотри, спинозаврик такой маленький. Мне кажется, он сейчас его схватит и съест. Давайте о них и битвы. Ну, спинозавр он не боролся своими хищными динозаврами, и он еще не бился своими сородичами. А вот акроконтозавр, он бился своими сородичами. Уже бился, да? Ну да. И он опытный боец, акроконтозавр, он опытный боец, чем спинозавр. Его поближе покажем ребятам. Смотрите, а пасть у него какая. Он хищник? Ну да. Ух, какой он. Ух, какие они динозавры. Но давайте о них лапах. Лапы спинозавра были больше, чем у акроконтозавра. Да, у этого такие передние маленькие, да? Ну, его тоже длинные, но его маленькие. Средние, что он пользовался ими для охоты. Угу. Давайте о них парусе. Парус спинозавра весил 100 сантиметров. И его... Нет, не весил, а размер паруса был 100 сантиметров. Правильно? Длина паруса. Ну да, и если можно укусить за позвоночный парус спинозавра, то он и погибнет спинозавра. Угу. Парус спинозавра было легко укусить его. У акроконтозавра тоже есть парус, только он был в длину 35 метров, этот парус акроконтозавра. Угу. Давайте о них силе укуса. Сила укуса акроконтозавра была 35 ньютона, а сила укуса спинозавра 22 ньютона. Угу. Давайте о скорости. Скорость акроконтозавра разбивал 50 километров в час, а спинозавр 72 километров в час. Спинозавр быстрее бегает, правда? Ну да, чем акроконтозавр. Угу. Все, битва начинается. Итак, начинается битва. Ребята, кто победит? Спинозавр акроконтозавр убил пауксизавра и поедает. И спинозавр подходит и начинает первый удар. Упал акроконтозавр. И он ударил. Он кусает. Кусает спинозавра? Ну, конечно, бой, идет бой. И что дальше? Спинозавр лежит? Ну да, и он повредил подзвонки, и он погибает. И идет кровеночные сосуды. Вот видишь, он очень быстро разделался со спинозавром. А я тебе говорила, весовая категория не подходит. Смотри, этот какой огромный. А спинозаврик такой маленький. Вот так-то. Кто у нас победил? Акроконтозавр. Акроконтозавр. Если мы взяли квадропедальную версию спинозавра, то он смог уйти в воду, и он не мог атаковать. А если педальную версию спинозавра, то он этого не смог. Ага. А где вот этот динозавр обитал? В каких местах? Ну, в Северной Америке, Аклахома, а спинозавр обитал в Северной Африке. Понятно. Ну что ж, бой окончен. Ложитесь, отдыхайте. Вот этот какой-то у нас неустойчивый. Ребята, вот такой красивый. А как-то он на лапках не стоит, да, Кимка? Ну да. А этот у тебя спинозавр с какой коллекцией? Ну, мир динозавров. Понятно. Да, смотрите, у него такие прямо детские лапки передние, зато задние такие огромные-огромные когти. Ну что ж, он победитель. Ну да. Победитель. И у него есть добыча спинозавр. На этом всё, ребята. Да, он ищет другую добычу. Он, ну да, и спинозавры проиграл. Проиграл. На этом всё, ребята. И давайте, Аник, шансов. До новых встреч. Пока, пока, пока.